Приветствую, ребята. Теперь он добрался до города Геленджик, отдыхает здесь. Будем сегодня вести. Итак, друзья, приветствую. Вот уже время пошло. Привет. Сегодня у нас в гостях Татьяна. Татьяна, приветствую. Здравствуйте. Татьяна живет здесь, в Геленджике, ребят. И мы сегодня проведем стрим. Вообще я позадаю вопросы. И Татьяна немножко расскажет, как здесь жизнь на юге Краснодарского края. Вот в Геленджике именно. Вот. И, наверное, мы начнем. Да, конечно. Татьяна, можешь рассказать историю, как вообще сюда попали? Вообще, почему именно Геленджик, а не там Сочи, например, популярная? Ну, это случайность, наверное, можно назвать ее так. Я отучилась, я жила здесь, на Кубани, недалеко отучилась, школу закончила. Затем я в 17 лет поехала учиться в Краснодар, получать высшее образование. И в силу обстоятельств, как я уже говорила, как сюда многие попадают, я приехала в гости отдыхать. И отсюда я больше не уехала. Здесь я вышла замуж, семья, работа. Ну, в общем, мой быт и все, что со мной связано, уже здесь. Уже сделал. Да. А вообще, с чем вот в Геленджике сейчас можно заниматься, например? Очень много людей сейчас именируют, правильно? Да. И чем они здесь занимаются, скажем так? Ну, все по-разному. Допустим, я вот состою в клубе в одном интересном. У нас очень много девушек приезжает, это женский клуб. В основном связаны там с психологией, с аромапсихологией, ну, там аромапсихологией, нутрициологией. То есть это такие люди интересных воздушных профессий. Ну, то есть я считаю, что это так. Они приезжают и говорят, боже мой, мы отсюда уехать не можем. Потому что здесь такой город, он обладает, наверное, какой-то такой приятной, теплой, душевной энергетикой, где человек развивается. Ну, каждый находит здесь занятия по себе. Конечно же, Геленджик у нас основан это на том, что туристический бизнес. Я думаю, что если вы обратили внимание, в каждом доме все равно сдается хоть комната, хоть это в квартира будет, она все равно будет сдавать спальню или место рядом с собой на большой кровати. То есть Геленджик у нас, да, на этом весь на туристическом бизнесе. А так, конечно, нет, профессий много, но насчет зарплат здесь низкие зарплаты. Низкие очень? Низкие зарплаты, да. Какие примерно от лимита? От 25 и максимум там до 35. Это вот, ну, если, конечно, есть специалисты там узкопрофильные, да, там по строительству, там, конечно, зарплаты получше. Вот сегодня мы начали такую тему обсуждать по поводу девушек, которые приезжают отдыхать и здесь остаются. Это как вот, расскажите подробнее, как это все выглядит. Вот как-то странно тоже. Она говорит, приехала к подружке, ну, собственно, как и я, наверное, однажды, да, и не могла отсюда уехать. Город, ну, располагая тем, чтобы остаться. Когда из мегаполисов люди сюда приезжают, они наслаждаются, во-первых, вкусный воздух. Вот с этим не поспоришь. Природа красивая. У нас горы, у нас море, горы у нас в зелени. То есть вот сейчас осень, в лес заходишь, особенно когда дубы падают листва, это такой запах невероятный. Я думаю, что многих это подкупает именно сначала, конечно же, природа. И люди, когда сюда приезжают, конечно, что они видят? Много отдыхающих видят и хотят такую же жизнь легкую провести. Вот, поэтому я думаю, что из-за этого и остается здесь. Кто-то встречает свою любовь. Вот я, допустим, тоже, у меня момент был, я хотела уехать из этого города, потому что здесь зарплаты низкие, недостаточно было для меня. Но здесь я уже встретила мужа, и так вот осталось. И я думаю, что многие именно на это тоже, как бы, ну, не знаю, рассчитывают, рассматривают именно так свою жизнь. А куда отсюда уезжать хотели? Краснодар. А, в Краснодар, да. А все-таки, получается, Краснодар – это такой центр, там вот нужно больше возможностей. Ну, это, да, в Краснодарском крае как центр считается, да. А вот про недвижимость здесь вот сейчас вот очень везде подскочили цены. Может быть, Патерина, скажите подробнее, как вообще здесь в денежеке вот обстоит вопрос. Да, ну вот у нас, получается, с декабря, с января месяца этого, с января, получается, 21-го года, цены на недвижимость, да, подскочили. Я думаю, что процентов на 30, ну, везде, скажем, по-разному, но уже дешевого жилья вы не найдете. Земля ориентировочно от 2,5 миллионов стоит в городе за сотку. Ну, где-то за периферией там можно найти и дешевле, и по миллиону, и пониже, но там уже коммуникации, возможно, не такие будут. А так, да, недвижимость подорожала. Есть, да? Да. Ребят, и смотрите, у Татьяны есть свой канал, я вот ссылочку закрепил уже в описании, то есть в чате наверху, так, ребят, подписывайтесь. Татьяна рассказывает про жизнь в денежке. И, наверное, вот еще есть какое-то у вас увлечение свое, может быть, расскажите подробнее вот. Да, ну, я помимо того, что, ну, вот одно время мы, конечно же, я очень много времени отдавала, занимались отелями, ну, как я и сказала, что гостиницы – это основной вид заработка в наших курортных зонах. Сейчас я визажист, я пластический гример, я выпускница Мосфильма, заняла там первое место, вот, со своим персонажем. Так что я в этом направлении развиваюсь, и развиваю свой канал, я хочу, как уйти в ТВ. То есть, ну, рассматриваю такие варианты. Телевидение. Да. И, ребята, вот подписывайтесь на канал, ссылочка будет в описании, то есть в чате здесь, потом уже в описании оставлю, вот, и посмотрите, какие работы интересные Татьяна делает. И, может быть, расскажите вот здесь, Татьяна, какие вообще вот здесь, например, там, медицины, как здесь вообще вот на юге? Как-то здесь все есть или что-то не хватает? Ну, скажем так, медицина первой необходимости, она здесь есть. Ну, как бы остается желать лучшего. Медики, конечно, я сама тоже на медика училась, в 2016 году поступила, и вот в 2019 закончила. Но работать по профессии я не пошла, зарплаты совсем низкие, работа и объем очень большой. Ну, у нас есть САГАС, это довольно-таки хорошее. У нас есть санаторий, допустим, такие, как Ланцет и Красная Талка, они предоставляют широкий спектр услуг. Ну, скажем так, для первоначального обследования, и если вдруг что-то случилось, этого достаточно. Так, опять же, у нас ближайшая или Новороссийск, или Краснодар, если что-то там серьезное. Но операции у нас проводятся, то есть вот, допустим, САГАС, они очень хорошие у них, операционные. То есть вот, ну, медицина у них прям хорошо. У них много из Питера приглашенных врачей. Так что квалификация их хорошая. Ну, как по отзывам. И приходилось обращаться? Ну, я довольна ими. Я вот сейчас был в Крыму, и там врачей прям не хватает. Вот здесь такая же ситуация, тоже не хватает врачей здесь, да? Это все врачи уезжают в Москву, наоборот, отсюда, да? Да. А не сюда. К сожалению, да, их сюда привлекают. А то, допустим, я на основе САГАСа говорю, что они сделали общежитие хорошие, квартиры. То есть они привлекали людей за квартиру. А вот, а, чтобы квартиру здесь давали, получается, да? Да. А вообще вот здесь инструктура как-то, она здесь развивается? Вот инструктура здесь развивается? Ну, конечно, развивается, как, я думаю, уже по всей России. И наш Краснодарский край, я думаю, это лидирующий, наверное, в этом. У нас хорошую развязку дорожное дело, потрясающую. Она давно уже хотела, напрашивалась на это, потому что все время эти пробки летом невыносимые были для... Съезжается вся страна, либо они транзитом идут, либо в наш город. И все время стояла у нас дорога, что на въезд, что на выезд. Сейчас уже этого, надеюсь, не будут строить прям большой культурный центр. Я еще не знаю, что там конкретно будет, но вроде бы как это будет. Денажите прям, да? Да, ну, как дворец культуры называется сейчас, я не знаю правильно. Ну, насчет магазинов. Магазины, конечно, если по одежде брать, опять же, первую необходимость всегда найдете. А что-то посерьезнее, это опять же или Нарсиск, или Краснодар. Но, тем не менее, люди стараются. Насчет продуктов. У нас все в изобилии вообще. Фрукты, ну, там, мясные, молочка, все есть. А еще насчет ресторанов и кафе. Вот с этим проблем нет. Тут вообще, по-моему, на каждом... Мне кажется, да, здесь на любой вкус, на любой цвет и размер кошелька вы все найдете. И устрицы, и лангусты, и что хотите. Все, что есть. Я тут заметил очень классный магазин, крутой, Тавр, по-моему, называется. Да, Тавр. А, Тавр, Тавр. Вот только прям зашел, прям в Москву попал, да, любой такой крутой. Да, да, да. Гирижик сразу так, визитный карточек такая. Ну, да, это вот Краснодарский край, Тавр. Таврис, наверное. А, Таврис, да, Таврис. Таврис, я думала, Тавр... Нет, Таврис, Таврис, он называется. Таврис, да. Таврис, да, Таврисы – это сеть, это хорошие продукты, конечно. Местная сеть, да? Или по всей России? Ну, это не, не знаю, по всей России, по краю, наверное. Да, по краю. По краю даже. Да, там здесь по краю. Все, все, понял. А вообще вот здесь вот какой менталитет, скажем так, южных жителей такой? Еще здесь люди хотят работать или так не очень? Нет, он здесь расслабленный. Здесь народ привык так, что лето отработали, сентябрь закрыли, ну, там октябрь еще и все. И теперь до июня месяца, там, может, на майские еще праздники, люди ходят, эти деньги тратят. И, естественно, в таком лайтовом режиме, вот, мы расслаблены, да. Расслаблены здесь. Очень. А так люди добрые здесь, мне нравятся, да. А вот есть такое вообще специфик, я, например, в Испании вот жил, там люди как-то русские, русского, ну, как-то больше обманывают часто все. Здесь вот как-то есть все на юге такое или все-таки здесь это меньше? Ну, скажем так, наверное, это есть везде. Везде, да, здесь такое. Это, наверное, даже не то, что общий менталитет там расовый, да. Я думаю, что это больше зависит от самого человека. В любой национальности есть такой человек, в любой. И вот по поводу недвижимости. Вот сейчас здесь, получается, в Енжике цены поднялись. Вот здесь какую-то квартиру вообще, там, например, одну комнату вообще. За какие вот примерно деньги можно? От двух с половиной где-то миллиона. От двух с половиной. Да, у нас как фикс прайс. Фикс фикс прайс, да. Все по два с половиной. А, по два с половиной все. Ну, это реально или здесь все? Ну, я так шучу, конечно. Ну, где-то так. Нет, реально взять, конечно, можно, да. Здесь есть такое, например, там, вот, там, компания продала одну квартиру двум-трем клиентам, вот такой, или все-таки уже это? Я с этим не сталкивалась, слава богу, и не слышала. Но слышала, что были времена, когда, как это, нерадивые застройщики, да, собрали деньги, когда на стадии строительства дома обещали, допустим, там, пятиэтажный дом, а вырос грибочек в этаже 10-17. И, конечно, этот дом под снос. Такие уже деньги все исчезают. Ну, насколько я понимаю, я как бы в это не углублялась, но сейчас идет такой разговор, что, ну, во-первых, у нас многоэтажки уже здесь в запрете. Не строят выше трех этажей, короткие. А, запрещено прям, да? Пока запрещено. У нас перенасыщен рынок, видимо, и вот, пожалуйста, да, первая перековая линия, что мы видим, и перед нами, сколько у меня там, этажей 20-17. Вот, перенасыщен, и как сделали, что сейчас, если застройщик делает, то на стадии строительства деньги вкладывают, эти деньги остаются замороженные, то есть застройщик не имеет права прикоснаться. Через банк запрещается, да, но там накладывают, что как-то это все правильно, юридически не могу все рассказать, но все это накладывается, он не трогает до тех пор, пока он дом не сдаст. Вот как только сдал, у нас обычно еще бывает свечку построят, но при этом не могут потом к коммуникациям подключиться, город не разрешают. Ну, это, наверное, в каждом городе было. В каждом городе. Да, это и нас трогало тоже. Мне кажется, нареза этого цены на квартиры поднялись, да? Конечно, когда стали, да, запрет делать на строительство квартир, конечно же, к нам очень много из севера, ну, люди, которые заработали там денег, ну, возможности, да, они, конечно, хотят где-то свою старость провести, особенно в таких местах райских, они сюда съезжаются очень много, вот, и, конечно, квартиры у нас как горячие пирожки расходятся. Серьезно? Прямо очень сильно, да, цены высокие все равно расходятся, да? Вот сейчас не знаю, а до этого прям разлетались. Прямо разлетались, да. Вот дом строится, уже в нем там 2-3 квартиры свободные, то есть уже люди заранее, заранее, заранее. Возможно, что есть кто-то один, скупает и потом перепродает по своей цене, такое тоже может быть. Интересно, конечно. Ну, это бизнес. Ну, это бизнес, согласен. Татьяна, а вот чем здесь зимой заниматься? Летом, понятно, сезон, а вот зимой здесь, вот я вчера был, например, там, колоту на набережной, ну, так вот, людей мало достаточно, все там в подобавок. Чем здесь зимой? А, кофе пить только, да, на солнышке? Да, ребят, кстати, доброе утро вас с кофейком. Кофе пить, наслаждаться жизнью. Нет, ну, конечно же, без работы, особенно когда люди деятельные, допустим, я на месте не сижу. У меня есть возможность ничего не делать, но я не могу. Я занимаюсь то одним, то другим, вот, ну, с визажом, да, сейчас это Хэллоуин я делаю, всякие масочки интересные. Это популярна здесь, да, такая тема? А, я, кстати, вот раньше об этом не знала, а тогда мне, когда вот заказ пошел, один, второй человек, я думаю, так, значит, и к нам этот праздник доходит. Раньше же люди не воспринимали его, ну, как бы так, это не наш праздник. Ну, видимо, в связи с прошедшими, да, проблемами, там, ковида, все эти дела, людям хочется какой-то радости, какой-то там, не знаю, неадекватности, наверное, показатели. Да, идут на такое. Есть такое. Так, сейчас мы тогда почитаем чат немножко. Так, сейчас, две секунды. Ребят, и подписывайтесь на канал Татьяны. Вот ссылочка закреплена вверху нашего чата. Приветствую, приветствую, привет, где все? Так, Курбан, приветствую, Алексей, как всегда, рад видеть, спасибо, спасибо, Курбан. Так же, так, что с качеством видео? Картинка плавает. А, видно здесь, ребята, видно, интернет здесь не очень хороший, но вот, к сожалению, вот что есть. Вот, так, да, вот уровень жизни какой, что там делать, где работать, вот спрашиваю. Да, ну вот, да, где работать, ну, смотря, чем вы занимаетесь, конечно. Я думаю, что работу можно везде найти. Ну, наверное, еще как попадешь в струю, тоже вот бывает, человек бьется, бьется, не получается. Блин, ну пробовать надо. Если не пробовать, ну... Сложно очень. Ну, с работой, да, сложновато. Сложно. А вот здесь, получается, на сезон приезжаешь чаще всего, да? Работать? Да. Да, да. Если людей не хватает, как, по-моему, не сезон, да? Конечно, нет. Особенно, вот, допустим, персонал, вот, если касаемо гостиниц, да, такие как вот горничные, администраторы, там, бармены, да, в основном приезжие. Потому что народ местный, он не особо идет на кого-то работать, потому что, я говорю, опять же, каждый сдает в своем доме что-то. Каждому практически. Это буквально просто. Ага. Хотя, вот реально мне говорили, говорит, он все сдал, говорит, а сам, говорит, в палатке живет, в огороде. Да, 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 это норма, это норма. Либо делают, они, вот, допустим, живут в своей квартире, ну, это как, не лайфхак, а как обычно, да, делают. Они где-нибудь снимают себе задешево, где-нибудь на Михайловском перевале, это где-то километров отсюда пять, это в горах. То есть, ну, на лето коммуникация какая должна быть, там, свет, вода, этого достаточно, там газы нет. Там дешево жилье, можно снять в аренду и жить, пожалуйста. А свое просто сдаешь? А свое сдаешь. А свое сдаешь. Там просто ездишь, контролируешь, собираешь какие-то здания. Да, 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 ну, да, это как раз-таки вот оно, то самое. Да, интересно очень. Вообще, вот, люди вот откуда приезжают? В основном с севера все-таки или как-то вот откуда? Очень много Москвы, Ростов, Ставрополь. Ростов, Ставрополь. А, ну, Ростов здесь рядом же, кому получается? Да. Так, а Нью-Сваль тоже тепло получается или здесь еще лучше? Ну, у нас Черное море. А, Черное море здесь получается. Это с Ростова просто переезжают жить или просто приезжают отдыхать? Приезжают отдыхать, и это близко, и у нас море поинтереснее. Угу, угу, вот так вот. А какие вообще вот здесь профессии, например, все-таки востребованы? Ну, может, администраторы от Ботельнера, а что вот еще здесь вот? Ну, вот, конечно, бармены-официанты. А, бармены-официанты. Да, повара, бармены-официанты. Это основное, потому что у нас много кафе. Много, прям много. Сейчас они на землю закрываются, а потом... Нет. А, тоже работают. Если закрываются, то это вот из 100%, процентов 10, это, наверное, максимум. Закрываются? Да. Сейчас в Кулугодичном что-то работает, да? Да, в основном в Кулугоди, да. Ну, я вчера по набережной прогулялся, кофе прям буквально, не знаю, через каждые 50 метров, раз тут кофе, тут кофе, булочки, круассаны, кофе везде. Ну, в этом, да, изобилие у нас, конечно, мне нравится наш город. Угу. Так, все, сейчас еще чат почитаем. Так, качество... А, качество плохое все-таки. Ну, ребят, к сожалению, вот извиняюсь, вот как есть у нас. Так, 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 так. А, канал я закрепил. Угу, все. Качество не очень, понял, понял. Так, Валерий, очень интересная беседа. Спасибо. Так, Тодор, с кофейком у вас с кофейком. Ага, спасибо, Тодор. Спасибо, да. Так, сейчас, секундочку. Так, была хорошая медицина. Это когда местные врачи хорошие и зарплаты достойные. Вот, кстати, еще у нас родственник мой, племянник, он тоже бился в сайт, в нужности. Сейчас, к счастью, наверное, не знаю, мы живем, мир развивается, да, живем как в эпоху интернета, уже онлайн наша жизнь. Естественно, все эти программисты востребованы везде. Даже мне нужен срочно сейчас программист, чтобы мне сделал сайт и вел его. Ну, ищу пока. А, понял, понял. Я, да, смотрю на работу, кто как делает, ну, мне нужно хорошее сделать. Угу, понял. Татьяна, в счет, кто здесь вот требуется, например, вне сезон? В сезон, понятно, а вот вне сезон здесь вот требуют какие-то люди? Знаете, что-то приехать, кайфовать, например, там они у себя, там где-нибудь, в Москве, ну, где холодно. Ну, опять же, это все надо спрашивать. Туристические. Туристические все-таки. Да, если что-то, да, касаться, то это туристический будет бизнес. Либо кафе. Ну, общепит или туризм. Общепит или туризм. Да, да, потому что остальные ниши, там, допустим, если вы фотографы. А, тоже хорошо очень, да? Хорошо. Потому что у нас действительно каждый уголочек красивый. Желающих очень много сфотографироваться. Тем более, опять же, вернемся к тому, что у нас жизнь интернет, все контент хотят красивый. Угу. Вот для фотографов здесь раздолье. Ну, так вот по профессиям пройтись не могу сказать. Угу. Фотографов, их не слишком много? Ну, потому что, мне кажется, все фотографы уже где-нибудь на юге, ну, там, не считая, за границей съехались. Много-много согласны. У них такая конкуренция между собой. Ну, любой взял хороший фотоаппарат, все, он считает себя фотографом. Ну, да, да. И хватает тут работы или как-то тут на разрыв? Кому надо, тут найдет. А, найдет. Да, вот у нас не один человек, вот, опять же, да, я в обществе состою, не одна девочка сюда, которая приехала, тоже, и у нее все началось. Она просто о себе заявляет часто, она работает многое. И у нее все получается, она довольна. И езжать она не собирается. Да, то есть хватает. Это, получается, девушки сюда приезжают и здесь остаются. Ну, да, по разным причинам. Кто-то просто кайфует от того, что он в этом месте, кто-то замуж выходит, кто-то там находит себе такое общество, от которого оторваться не может. Ну, находит себя, как в своем месте. Все, все понял. Так, сейчас мы почитаем еще комментарии. Так, добрейшая уточка. А, Кирилл, привет, дорогой, привет. Спасибо. Так, лайков, Леша. Ага, спасибо, ребят, за лайки. Спасибо. Так, так, сейчас, секунду. Так, не забываем. Да, спасибо за лайки. Кому эти устрицы нужны? Устрицы. Находятся любители, да. Кстати, здесь есть очень много, как подают, от этих мидии устриц. Да, ну, это, да, это наши, у нас и устричные фермы здесь есть, поэтому... Это, по сути, как Франция такая, да, уже здесь? Ну, да, нет, находятся любители, это нельзя отрицать. Допустим, устрица хорошая, да, она где-то от 250 рублей за штучку, но их много не съешь, две, там, ну, три, ну, пять, потому что потом можно белковое отравление получить. А, после найти такой устрицы, да? Если вы объедитесь, долгое время проведете в комнате релакса. Всё-всё-всё, понятно. Это же белок чистый, но они вкусные, ну, много не съешь. Не потому что нельзя. Всё, Сергей, а, Сергей, привет, Татьяна, красивая женщина и умная, отличный собеседник. Спасибо большое. Вот, отлично, отлично. Так, Лёха, а жена не прививнует, а то, понятно, понятно. Ну, я замужем, ребят, я счастлива в браке. Хорошо, где вы сидите, что за помещение? А, это, получается, как здесь? Это кафе, это, ну, да, мы сидим в кафе при отеле Антонио. Это как раз-таки наш объект, над которым мы трудились более уже девяти лет. Мы создали, да, замечательно, уютное место в городе Геленджик, так что приезжайте. Уютные номера, круглый год работает, хороший персонал. Да, ребят, приезжайте, вот сидит Татьяна, хозяйка, поэтому приезжайте, познакомитесь. Здесь Татьяна с мужем путешествует, полмир объехали, поэтому вот, кто любит путешествовать, заезжайте, будет о чем поговорить. Соответственно, координаты, я думаю, будут, вот, подпишешься на канал Татьяны, там у нее все, на канале все описано, там, где отель находится, подробно. Ну, я, соответственно, еще укажу координаты в описании к стриму. Вот, так, сейчас читаем дальше. Так, 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 всем привет. Привет. Как там погода? Погода сегодня у нас будет полностью, да? Верно, сегодня ветер успокоился. У нас обычно зимой, это где-то начинается февраль, март, дуют ветра. Обычно они три дня дуют. Как-то какая-то природная аномалия, закономерность, не знаю, три дня продул сильный ветер, все, штиль, и погода снова тепленькая. Зима у нас, конечно, ну, в прошлом году была влажная очень. А вот погода вообще подробнее. Вот сказать, что как-то здесь дуют какие-то московские ветра, да, это тогда в Москве холодный, потом... Не то чтобы московский, мы их называем Норд-Ост. Норд-Ост. Как, скажем, прям этот туман сбегает по горы. Вообще это жуткое такое явление, когда вот снимаешь на таймлапс, оно прям залипательное видео. Это получается холод проходит в тепло такой, да? Когда вот получается холод, и, конечно, у нас тогда дуют ветра очень сильно, потому что бывают такие ветра, что и крыши сносят, и, допустим, в промежутке между Геленджиком и Новороссийском есть ущелье, где машины, ну, у кого... Это сильно высокая парусность, да, вот там с будками, допустим, их переворачивают фуры. В такой момент, да, там либо дорогу, ну, останавливают, их не закрывают, но останавливают фуры, чтобы избежать вот этого... Ну, а что смысл? Он перевернулся, всю дорогу закрыл. И опять все движение остановили, да. А так в целом все классно. Три дня продул, и все. Вот сегодня тепло. Это уже, это вот основная погода зимой все-таки, вот если без ветра, 20 градусов или 15 где-то? Нет, нет, где-то 15, 15-10, но бывает и минус 2. А, минус 2? Бывает. Это вот, когда ветер этот дует, он настолько пронизывающий. У нас же море рядом получается, влажность сильная, и вы вот этих минус 2, наверное, чувствуете как все 20. Вот прям минус смысл. Это очень холодно. Минус 2. Вообще, вот если так взять, вот скажу, среднестатистическую зиму, все-таки больше плюс 15? Да, да. Бывает там... Нет, 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 плюс 15 днем. Основное. Вообще есть кто-то, кто-то загорают, купаются зимой такое? Конечно. Ну, и у нас достаточно таких людей, которые моржовые, в моем окружении тоже есть. Они в любую погоду идут. Ну, это под 100 грамм или просто так? Нет, 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 просто вот она заходит, она говорит, я испытываю кайф. Не знаю. А, вода такая идемая. Я такое не хочу испытывать. Поним-поним. Это очень холодно. Очень холодно. Татьяна, а вот различные, например, все-таки, где вот климат? Сочи, вот если сравнить с Сочи, например, Кележик, то здесь как-то прохладнее? Ну, Сочи-то уже субтропики идут прям, а у нас еще все-таки попрохладнее. Там градусов, наверное, на 5 у нас разница будет. 5 даже градусов. Это здесь 15, там 20, да? Да, да, там потеплее будет. Это вот здесь какие-то 10-30 километров и такое различие получается? Да, у нас вот в это недалеко, и то у нас разница в 2 градуса обычно. Там теплее на 2 градуса, 1,5-2 градуса. А зимнюю резину здесь менять нужно или не нужно? Зимнюю резину вообще одевать в машине? Ну, менять надо, потому что если вот такой ветерок задул, и перед ним прошел дождик, ну, гололед. А, это все-таки он здесь есть, да? Да, да. Это утром или как-то надо? Разное время бывает. Бывает и весь день держится. Если ветер дует, он не тает. Ну, это вообще, это по правилам положено? И все-таки есть такие, кто вообще не меняет резину? Есть такие, конечно, кто не меняет. Есть такие, которые свет на очень не включают. А, даже так вот, да? Ну, я, в смысле, опять же, вернемся к тому, что везде люди есть. А, ну, понятно. Адекваты, неадекваты, да? Нет, ну, если ты бережешь свою жизнь, свое здоровье, как бы, да, и все равно окружающие могут пострадать. Нет, надо за этим следить. Я, допустим, на зимней резине в этом году вообще не меняла. А, даже? Да, я летом в Москве пробыла и как-то думала, а сейчас уже зачем менять? В общем, так и на земле и проездила. А, это, в смысле, летом даже? Да. А, это, значит, поменяли летом вообще вот так даже. Понял, понял. В этом году я как-то на летнюю не пересаживалась. Все, все понял. Так, еще вопрос, пока погоду мы разговариваем. А вот в какие месяцы лучше зимой сюда приехать, когда, вот, скажем, меньше всех, вот, там, минуса нету? Ну, смотрите, у нас, получается, сейчас, я не знаю, скорее всего, это везде немного климат сдвинулся. Если у нас раньше, допустим, была осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, то сейчас сентябрь уже больше к лету относится. А, еще... В июне у нас прохладненько, но еще не лето. Еще не купаются так? Нет, купаются, но для нас прохладно. Ну, мы же ощущаем, когда лето было у нас, июнь, июль, всегда жара была. А это в июне, теперь у нас июль, август, сентябрь летние, потом идет октябрь, ноябрь, декабрь. Они как вроде бы весна, ой, весна, осень, тут тепленько, а вот уже, когда идет январь, февраль и март, к сожалению, март тоже уже как зимний месяц. Вот который год показал, да, прохладно прям. Вот прям по-зимнему прохладно. Весны как таковой нет. У нас как-то холодно-холодно, а потом за одну неделю, ну вот мы, грубо говоря, в ботинках, сапогах, там, в зимней куртке, да, ходим. И через неделю мы уже сразу же в босоножке и в шорте. А, вот так даже, да? Такой переход сразу. Весны у нас нет. Это получается, вот, который есть в России, например, там осень, весна, грязь, слякоть, здесь это вообще нет, да? Нет, нет, у нас осень есть, вот она сейчас прекрасная осень, да, а весны вот у нас не стало как-то. И такой вопрос, Татьяна, сколько за лето купались? Три раза где-то, три или четыре раза. Это вот местные жители купаются два раза за лето, да, или три раза? Ну, вот как-то, да, складывается так, когда ты, когда имеешь, не хранишь или не пользуешься, ну, вот как раз это об этом. Но это уже с чем связано? То, что здесь живешь и просто уже неинтересно, море уже так надоело, что... Ну, да, наверное, вот, кстати, про это. И то я бы не купалась, если бы девочки не говорили, там, поехали, мы на яхте оплывали, в открытом море купались. А, вот здесь так. Да. Вот, кстати, вот по поводу яхты, вот, где кто-то сказал, я вот сейчас, ну, случайно зашел разговор, ну, в Испании же, ну, там, вот яхты там в Турции почему-то, я думал, все, почему люди держат яхты за границей? Оказывается, мне сказали, что здесь налог такой... Бешеный. Поэтому здесь яхты вообще, да, просто бешеные, да? Да, здесь и само место, где хранить, да, ну, как правильно сказать, шарточная, Марину, да, достраивают. Надеемся, что с этим что-то все-таки изменится. У нас заправки нету. А, ну, ближайшая. Ближайшая заправка это в Новороссийск, ну, естественно, как их называют, браконьеры или как, да, они подплывают и так заправляют, что запрещено, потому что... Потому что ценник должен быть выше, да, гораздо на море? Да, да. А вообще вот по налогам, вот если в яхтах немножко... Татьяна, не забирайте. Нет, это все, да, вот к мужу он бы рассказал, да. А, вот так. Потому что я у нас раньше была, да, и он ее продал. Я как понял, что здесь содержать очень дорого получается. Вообще вот, да. В Турции дешевле, по-моему, да? Ну, парковочное место, вот у них, он там говорил, что это 100 долларов, это сутки. Парковочное место? Сутки. Это нет, а если это длительно помечено, это все равно сутки 100 долларов? Вот не знаю, вот не знаю. Если на длительный период, не знаю, прям не буду говорить. Я знаю, что вот были сутки 100 долларов. Это очень дорого. Ну, это вообще какие-то дешевле. Потому что, да, вот, допустим, в том же Майами, там 100 долларов это месяц, ну, там не месяц, 21 день. А, ну, да, ну, там, да, там просто Марина все помеченит, разделит, там надо за год заплатить, например, у тебя есть свое место. А здесь, получается, все очень дорого в этом плане. Да, так что, ребята, яхты здесь вот по этому, яхты видно очень мало. Все едут в Турцию или куда-нибудь в разные страны. Ну, но будем надеяться, что это все-таки исправят, потому что Марину достраивают, такая сумасшедшая Марина, красивая, прям, потрясающая будет, да. Вообще, вот, дилежи, как-то считается, как-то было такое элитное место. Здесь всякие мэры, какие-то губернации. Ну, такой сушок, что хотят сделать, как Монако. Здесь Монако. Да, поэтому сейчас, судя по всему, ведутся, как бы не сказать лишнего, да, в городе у нас тут, в общем, как это, рекреация или что-то такое, в город дойдет, правильно слово даже выговорить не могу. Но оно, если честно, всех пугает в последнее время за этот месяц. В общем, первая береговая линия, это, по-моему, 500 метров как раз-таки. У нас здесь у всех дома, то есть близко к морю. И они теперь якобы говорят, что не имеют права подписки строить что-либо. А, даже так? Вот теперь, я не знаю, я говорю, так ощущение идет, что город вычищают. Вычищают. От кого вы хотите? От людей. А, от людей вычищают? А зачем им не нужно? Сейчас же поскупали со всех сторон. У нас это люди, я такая, чтобы не договорить лишнего, да. Ну, вообще, все мы этих людей знаем, кто там нас купал и строят себе, так скажем, виллы, замки. Да, не знаю, потому что санаторий, вот рядом с нами два санатория, их просто, у них там потрясающая была территория, огромная. Их просто закрыли, снесли и напрочь. Снесли даже, санаторий целый снесли, это, конечно, вообще огромный вегетар. Их снесли и строят себе дома. А, вот так даже, да, получается. Это, получается, здесь, как бы, скажем, делают город такой для богатых, да, можешь сказать? Да, да. Чтобы богатые люди здесь были только один. Да, я, насколько знаю, что вот на Тонкомысу собираются сделать пятизвездочный отель. У нас уже есть один, его сейчас переименовали, он раньше Кимпинский был. А, Кимпинский даже здесь есть, это же такой самый дорогой такой. Да, да, но он сейчас, по-моему, не Кимпинский, господи, как что называется? Тамарионт, Рэдисон здесь тоже все есть, да? Нет, нет, вот он один был и сейчас собираются, вот, Рэдисон стоит. Рэдисон стоит, да, 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 поэтому развивают. Затем у нас гольф-клуб огромный, он вообще классный, действительно, ну, некоторое время ходила, он классный. Прям и вид, и сами поля шикарные. Затем, что у нас там, расширяют, вот сейчас аэропорт делают, он будет международный. А, уже здесь прям, да? Да, его сейчас новый строят. Тот терминал, в котором сейчас отправляются гости, это грузовой. На протяжении уже многих лет они все равно им пользуются. Ну, то есть, и у нас, к сожалению, в плохую погоду не могут самолеты приземлиться, отправляют их в Анапу. А, это они здесь такой ветер сирендует, что невозможно, да? Ну, я думаю, что это не из-за этого, а, скорее всего, у нас оборудования не хватает, не тянет, чтобы его приземлить. А, он должен? Да, я думаю, что, скорее всего, и сейчас вот строят международный аэропорт. Нет, вообще, город, он развивается только... Большим шагами, да? Да, семимильными, скажем. Но развивается, насколько для нас это будет хорошо, это неизвестно. Может, действительно, нас потом культурно всех попросят, что извините. Как-то говорили, что закроют город, только могут, кто проживает в этом городе, то есть, по пропускам заезжать. Такое тоже было. Ну, как это все разовьется? Ну, мы не будем о грустном, мы надеемся, что все-таки, как это, нам смертным будет, где здесь жить. Ну, вообще, конечно, обидно за многих людей, кто вот попал просто. Здесь, да? Это, получается, его делают так для элиты, можно считать, да? Ну, судя по всему, идет все к этому. А вот, например, Татьяна, вот люди, которые живут там, скажем, Москва, Питер, Центральная Россия, они едут там на море. А вот вы живете на море, куда вы едете? А мы едем дальше. Это куда дальше? Другой? Нет. Мы едем на теплый океан. Теплый океан. Это Таиланд? Ну, и в Таиланд мы много лет ездили подряд, сейчас Таиланд закрыта. Ну, в прошлом году мы все равно, нас не остановило, мы ездили в Зензибар. А, в Зензибар, да? В Зензибар, да. Это вообще... Ты спускаешься туда, да? Сейчас, не знаю, на тот момент, мне кажется, вся Россия там была. Приезжаешь, как в России. Ну, много итальянцев. Они же, по-моему, там изначально, да, итальянцы основывались со своими отелями. Вот, но я такой потрясающей красоты, именно морской глади, вот этой, ну, океан, да, и песок еще нигде не видела. Угу. Расскажите, подробнее, как там вообще был отдых? Я сейчас в Зензибаре еще не был. В Зензибаре вообще отдыхать, вот именно как пляжный отдых, он шикарный. Но могу одно сказать, что очень много вот ходит, ну, местного населения, да, берегены, масай, очень много ходят. И, скажем так, они днем улыбаются, но вечером, мне кажется, лучше, все-таки это криминальная страна. А, могут оборовать, да, соответственно? Да, мне кажется, все, да. Ну, я так ухахатывалась, мы взяли хороший отель, я думаю, ну, все, сейчас отдохнем. В нашем-то понятии. Мы брали четыре звезды, думаю, ну, четыре звезды, они соответствуют нормальному уровню сервису. Приехали в номер. Я, окей, а нам сказали, карты лучше не брать, потому что там, скорее всего, расплачиваться только наличкой. А, вот так, понятно. Мы же наличку приехали. А я же с аппаратурой там, ну, извините, она тоже стоит. Я такая говорю, ну, а мы заказывали с сейфом, естественно. Приходим в номер. Я вообще такая, в общем, в нашем понимании сейф – это тумбочка. А, так. С щеколда, как в туалете раньше была, вот такая чкуль. А, это такой… Я такая, его, ну, на своем ломаном английском, я говорю, сейф. Он, я говорю, сейф, вот, вот аж сейф. Это ж сейф, это сейф. Он говорит, о, короче, да, я возмущается. Он говорит, ну, проблем, никто не тронет. Я говорю, ну, за эту, ну, проблем, потом мне принесешь это все. Он приносит, знаете, вот такой замочек. Маленький такой, да? Маленький, как вот на чемодан вешать. Говорит, вот так одеваешь, и все, я думаю, ну, все. Ну, кстати, слава богу, ничего, да, ну, все равно на свой страх и риск, да, оставляли. Нет, все нормально, все тихо, спокойно, отель нормальный, но уровень именно по вот такому, да. По питанию, кушать тоже, я скажу, особо, кроме морепродуктов, особо нечего. Это там, получается, у них как там мясо, только такое? Супы вообще такое, ну, но они, видимо, это не их культура. А, они вообще не знают, что такое? Да, не, они дают, но там такое очень стрёмненько. Стрёмно, скромно, да? Ну, так, фреш, и у них пиво очень вкусное. Вот, так здорово. Мне кажется, Татьяна, когда говорят, что, типа, кашечки не принимают, берите наличку, это для того, мне кажется, чтобы воровать, мне кажется. Они заранее предупреждают, чтобы как-то где-то вас там, чтобы, ну, вот так вот. Ну, не такое ощущение, потому что я не вижу смысла там. Да, может быть, но там действительно с терминалами, вот, не помню. Очень сложно. Вообще банков, что ли, не было там банкоматов каких-то снимать? Ну, как-то взяли с собой и не искали. Да, даже так вот получается. Интересно очень. Куда ещё отъездить за момент пандемии? Какие страны? А, ну, я не ездила, это муж летал в Эквадор. Я как, ну, для меня это всё-таки криминальные страны. Я боюсь. И он так, а он рассматривал даже на такое, как бы, как для дачи, скажем так. В Эквадор? Ну, да, он всё как-то насматривался там, всё, ну, интересно. Нет, я его полностью поддерживаю, потому что, если ты не попробуешь, ты потом жалеешь, что ты это не попробовал. В общем, он поехал. Он объездил много, потом приезжает, говорит, знаешь, как-то нет, говорит. И поедем туда. Ну, а что, там человек проворовался, у них самосуд. Поставили, одели на него шины, подожгли. Вот решили его судьбу вот таким образом. Никто им ничего не скажет. И пристрелят, и всё, что хочешь. Я говорю, там жить, ну, это неспокойно. Здесь мы вот, как бы там ни было, как бы люди не жанрулись на Россию, мы живём в спокойной, нормальной стране. Мы все идём, сумки в руках легко держим. Вы телефоны все в руках держите или в задний карман вставляете. Да, бывает воровство, но это, слава богу, как бы не... Кончается там убийством, всё. А там вас даже в Абраге... Госбаркотики там всегда будет. И это не изживёт пока... Ну, оно там, господи, вся... Мы же знаем оттуда все выходцы, да, эти все мафии. Оно всё там живёт, просто не в таких масштабах. Всё, конечно, скромнее, но не есть. Это неспокойно. Сюда вот вообще в Гирижик приезжают люди на гастроли? Ну, понимаете, да? Да, конечно, у нас на карнавал. А, на карнавал всё приезжают. Да, гастролёры приезжают. Ну, именно, имейте в виду воришки. Да, воришки я имею в виду. Прям приезжают. Кто-то приезжает отдыхать, а кто-то приезжает на работу. На работу, да. Нет, конечно, безусловно. Я думаю, что это в каждом городе такое, да. Ну, слава богу, как-то бухмёло. Татьяна, не думают приехать, например, в Сочи? Может, там вот в Анапу? Какие-то такие вот места. Анапа нет. И как-то... Да нет. Вот здесь меня устраивает всё. В Гинжике, да? Да. А вот сейчас считается, Сочи так очень сильно... Ой, перебил. Сочи сейчас считается такой, прям развивается, из него какой-то там, не знаю, крутой город делают. Вот с чем связано, что Сочи так популярно стало? Ну, я не знаю. Мне кажется, что это фейк на самом деле. Вот вы сейчас, когда туда приедете, вы поймёте, что у нас, как скажем, местность по ландшафту намного красивее, удобнее. Гинжик, да? Да, жить. Вот оно как-то плавно идёт наверх. Ну, вот во все стороны, получается, туда-туда. В Сочи мы как-то, мы ездили на Красную Поляну, назад ехали через сам город Сочи, говорю, хоть раз, давай съездим, посмотрим. Ну, я была тоже, опять же, там транзитом один раз, но давай заедем. Короче, поплевались, уехали. Во-первых, пробки. Вот прям основные узкие улицы и большие пробки. И что мне не понравилось? Мы, во-первых, у них чуть-чуть пятачка на ровной вот живёт город, а в основном живут вот так, как гора, у них прям тут, вот на неё забираешься вот так. А, это на машинах? Вот так. Я, мы едем, и там прям улочки, вот, не знаю, вот очень маленькие. Они асфальтированы, но они вот как между домами, как-то вот. Мне показалось неудобно. Там же тоже, да, я без понятия. Видимо, вот как-то ускорено. Ускорено, просто мне страшно становится, когда там лёд, и вот машины едут. Вот прям вот именно в таком формате они живут. Я удивилась, думаю, нет, я не говорю, я, может быть, чуть-чуть Сочи видела, но мне этого хватило, чтобы впечатление составить, и нет, не хочу. А в Абхазии были? В Абхазии было давно-давно-давно, тоже ничего не могу сказать, потому что мы ездили именно по пляжам. А, по пляжам. Да, я именно туда. Абхазия, это же не наша страна. Ну да, 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 конечно, конечно. Ну, вы же понимаете, на хорошей машине там спокойно ты не посидишь, да, и зайдёшь в кафе, тебя уже считают. Сразу же, да, прям? Это буквально сразу там прям... Это, ну, понятно. У нас девчонки, вот мои знакомые с конкурса красоты, представительницы, она выиграла, ну, вот наша геленджищанка, она выиграла в России, по России она поедет в Лас-Легас представлять Россию. Так вот, у них там заключительное было мероприятие в Абхазии. Они ездили с сопроводительными полицейскими несколько машин. С Оси. С Оси, и там местных подключали. То есть, ну, вы понимаете, да, что это... Им сказали, вот отель, территория, она охраняется, всё, везде поставили полицейских, и они не выходили за территорию. Потому что вот одна девушка рассказывает, она, говорит, идёт со своим мужем, ну, понятно, что у неё муж держит её за ручку, он подходит, дай номер, он не видит тебя, там, что кто-то стоит. А, это там вот местная... Ему вообще так всё равно, и вот с этим девчонки, особенно русские, я думаю, красивые, могут столкнуться. Это сразу подходит прям... Ему вообще всё равно. А, они вообще такие там, да? Вот вообще, ты ж на их земле. А, это типа, если ты на их землю пришёл, значит, девушка, она уже его, а не твоя там, даже если муж живёт. Ну, получается так, я так думаю, не-не-не. Ну, видимо, вот менталитет, опять же, о менталитете, у всех разных. Там тоже разные люди бывают. Ну, вот такая ситуация была. Это вот летом было. Это вот этим летом даже было? Это никогда там не 15-й год, там не 5 лет назад? Нет, нет, это сейчас было. Это сейчас, знаешь, такая. Мне просто какой-то давно ещё рассказали историю там такую, когда в Абхазии стала. Такую, не очень, конечно, она позитивная история. Ну, значит, там какую-то, ну, местные ребята, там, школьники какие-то, в 11-й, может, 10-й класс, они поймали там девушку, вот, и тогда там под мостом её привязали, вот так, ну, просто она там, ну, вот так вот. И просто они приходили развлекаться там, ну, понятно. Ну, да. Вот, секс. И она так жила у них там под мостом, там, долгого они так. Они говорят, это так как нормально вообще, вот, как мне рассказывать, что это так как-то таки. Это давно, может, было, но это, конечно, такая дикость такая же. Ну, нет, я думаю, что и у нас, и урка хватает, скажем так, да, но не так. Ну, понятно, понятно. У нас уже и маньяки есть, ну, это не исключено, да, но там как-то это, я не скажу, что норма, но слишком уж как-то напряжно. Понял, 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 насчет Абхазии вот такие инвестиции. Да, жену не везите туда. Не надо, понял, больше. Не надо. Могут подойти. Ну, как бы, да, отжать могу. Отжать могу, прям на месте, на ощупь. Все понял. Хорошо. Так, ладно, сейчас почитаем чат. Так, сейчас, две секунды, я оставлюсь. Кому это? Ага, да, да. Ага, так, а так. Где вы? Ага, так, всем интересно. Только у меня. Перезапустить просят. Интернет висит, только у меня. А, ну, сейчас, ребята, перезапустим, но я думаю, сейчас здесь все потеряется. Ну, друзья, к сожалению, вот так вот. Давайте попробуем, как, может быть, запишется нормально. Так. Висит. А, висит интернет, да? Окей. Так, Леша, висим. Пошло. Нет, уже вот. А, пошло уже, да? Все пошло. Нет, вроде так показывает. Все окей. Да. Так, ребят, поехали дальше. Так. Ага, все пошло. А, нормально. Ой, поддон, перериснул. Сейчас, ребят, секундочку. Средняя зарплата. Средняя зарплата от 25, там, 25-30 тысяч. Ну, 35 – это прям край, смотря, опять же, кем, да? Кто, конечно, находит. Я скажу одно. С кем бы я ни общалась здесь, в городе Геленджит, у кого есть возможность, ну, как, среднюю зарплату, да, получать, тот еще идет на пассивный доход. На пассивный, в смысле, заработок. Идут там акции, токены, все что угодно вот в этом плане, всякую, такого плана, валюту. Играют на биржах. Тут, конечно, у нас пирамиды были прям очень, прям сильно, да, и вот они в июле рухнуло, три пирамиды сразу. Это вот какая-то казанская есть, финика, да? Да, и финика в том числе. Ну, я скажу, что многие люди пострадали, блин, из моих знакомых даже взрослые, адекватные люди продают квартиру и вкладываются в это. И она рухнула. И они вообще без всего остались, что ли? Ну, нет, ну, не совсем без всего. Ну, конечно, это по рукам так дало, может быть, в следующий раз не полезут. Всем хочется быстрых, легких денег. А это не было. А это вот. И что, прям адекватные люди ведутся на эти вещи какие-то? Ведутся. Ведутся или так хорошо их просто обрабатывают? Я думаю, что их обрабатывают. И он понимает, допустим, что уже находится в таком возрасте, что не имеет возможности что-то реально заработать. Ну, мы же знаем, да, до 45 ориентировочно. Это тот подъемный возраст, когда человек себе делает состояние, что-то там на будущее, да. Затем после 45 уже есть сложности, потому что голова не так варит, ты уже можешь, как эти, немного со временем идти размышлять, потому что бизнес, он меняется. Сейчас много онлайна. Вот мужа своего, Валеру, да, я его не могу перенастроить. Он человек, который вот здесь и сейчас заработает, допустим, ну вот в плане, а что-то в онлайн, виртуал, вот такой он как-то... Подозрительно. Он подозрительно, но меня это толкает. Давай, говорит, а я, говорит, как буду за кадровую жизнь вести за тобой наблюдать. Я говорю, хорошо. Все, 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 так, я просто телефон буду читать, чтобы туда далеко не смотреть. Так, сейчас почитаем. Так, 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 сейчас, ребят, секундочку. Так, теперь запустить. Так, средний запад, Леша, ты приехал. Здесь выкупаться в море реально или холодно? Сейчас, если вы, ну, не подготовлен, уже холодно. Если вы примете, как говорится, для согрева на грудь, то, я думаю, можно, и потом растирание сделать. Такое тоже практикуется. Вот пишет Кристина, работа вирус каждый год. Здесь есть такая вот всякие какие-то вирусы? Что? Ротовирус? Да, какие-то. К сожалению, да. Все это есть тоже, да, получается? Это из-за того, что вот здесь пищу готовят, там жара, все это, да? Я, ну, все-таки у нас, скажем так, город не совсем, скажем так, он всегда не готов из года в год к такому объему гостей. А вот сколько вообще здесь живет? Это где-то 120 тысяч? Около 200 тысяч. Зимой, например, да? Да. А приезжает на миллионы, да? Я думаю, что миллиона 4-5 приезжает. За раз? Ну, за сезон. За сезон, конечно. А, за сезон. За сезон. А вот сколько город вообще-то в месяц может выдерживать на этот день? Не знаю. Несколько миллионов-то? Пока не лопнет. Мне вот в Солову говорили... Мне кажется, он резиновый. А, резиновый. Мне в Солову говорили вообще, там, говорит, так, Солову-то 32 тысяч, по-моему, население-то. А, говорит, летом, говорит, здесь просто, говорит, там, ну, не знаю, там, где Скобелево-то. Прямо постоянно, говорит, все забито, говорит, полностью. Ну, тяжело, тяжело город, конечно, бедняга. Так, вот спрашивают, цены какие у Татьяны? Так, Влад, а на что цены? Это на отель, наверное, да? Да, если на номера, вот на данный момент, уже от полутора тысяч. Здесь, получается, миллион стоит? Да, да, да. А так разно. Летом, если я не ошибаюсь, где-то у 3-х 3-700 и выше. А какие здесь услуги, получается, бежут, самокат стоят здесь? Да, ну, это дополнительные вы можете взять, там, самокат и велосипедок прокат, услуги какие проживают. Они, завтраки входят, номера у нас шикарные, у нас сама лично я занималась тем, что кровать, у нас хорошие матрасы, мы делали под заказ все. Кровати сами у нас под заказ, и матрасы под заказ, и одеяло, и подушки, все под заказ делали. То есть я все на себе пробую, если мне все нравится, я брала. А, вот так вот. Да, ну, мы с хорошей фирмой работали, которая нас обшивала, всем этим изготовляла, да. Вчера вы спрашивали, бассейн здесь есть, да? Здесь нету бассейна. К сожалению, нету бассейна. А сколько получается, 300 метров, по-моему, до моря или? Ну, здесь идти, ну да, где-то 450 метров. Ну, в общем, две минуты получается. Да, здесь где-то две-три минуты идете, и причем вы идете летом по улочке, она вся в соснах, то есть под, как это, под солнышком вам не приходится ходить. У нас самый чистый пляж, считается, здесь Галичный, сады морей. А, здесь, по-моему, Паша, как это называется? Сады морей. А, сады морей называется. Тут какие-то названия такие, багамы, еще какие-то. Ну, вот как-то багамы они маханули, конечно, это вот года два или три назад, когда стали оборудовать у нас пляжи вот этими всеми гамаками, топчаны сделали, зонтики вот эти красивые. Летом вы видели, нет? Я летом не видел здесь. Ну, может, где-то в интернете. Очень красиво. Прям пляжи такие, пальмы даже ставят, настоящие в кадушках привозили. Но это платные пляжи, настоящие, да? Ну, конечно, везде сейчас все платные практически. Нет, в центре можно лечь на полотенце кому-нибудь на голову. А, вот так вот. На самом деле, очень много людей приезжает, год от на что. Так бесплатно купнуться здесь можно или нет? Можно, нет, можно, можно. Я просто обрекалась. А так, да, нет, конечно, есть на любой вкус. Можете, допустим, в Кингинском в том же взять такой пляж, что и в Приморье. Вас там облизывать будут. По сути, вы ложитесь, и вам там все приносят на пляже, фруктики, овощи, ну, естественно, за один аппарат. Ну, понятно, понятно. Вот, либо можете альтернативно взять полотенчика, зонтик свой и идти отдыхать, да. Здесь такое возможно, и люди ходят там всякими своими там этими диванами, там еще как-то чего-нибудь. Конечно, конечно. Конечно, еще даже есть такие, которые вот эту штуку раскрывают, не палатка она, а такая, ну, как палатка, да, ее открывают, она, пух, раскрылась от солнца. А, от солнца закрывают. Ну, она такая неглубокая, но они вот прячутся. Это можно такие на пляже или там запрещают? Можно, нет, нет, запрета не было, ничего. Я знаю, что курить нельзя у нас на пляже, то есть есть зоны, да, куда вы отходите, и за этим огромное спасибо, потому что, ну, реально, вот, кстати, сейчас очень много, уже нету таких пьяных людей и мало курящих. А, Марк Кольщу, да, получается. Это как раньше, там, в Турции говорили, там, приехал там, откуда-то там из Тагива, да, уже. Ну, как-то, нет, ну, встречаются экземпляры, конечно, но в основном спокойно. Ну, люди как-то уже более, ну, не знаю, цивилизованные что-то становятся. А уже все-таки меняется все, да, соответственно? Да, я думаю, что меняется. Все меняется. Так, Леша, спасибо за интервью. Отлично, отлично, спасибо вам, Владимир. Так, море, так, море грязный, так, ладно, канал сливают, ну, не знаю, пишут, что воду здесь сливают, грязь, это нет такого здесь? Нет, это есть, но есть там ситуация следующая, я же говорю, у нас город не готов к этому, у нас есть... А, поток у туристов. Септик, ну, не септик, как правильно это называется. В общем, куда канализация стекается в одно, оно там перерабатывается, вот как это правильно называется. Переработка? А, ладно. В общем, она иногда, да, бедняга, еле справляется ей очень тяжело, да, такое тоже бывает, вот, но в связи с тем, что у нас большие игроки сюда, как говорится, на поле приходят, мы надеемся, что все-таки они, во-первых, там углубляют уже для порта место и выпадут канализацию, хотят город на несколько частей разделить по канализации. А, чтобы все четко уходило. В общем, за последние пять лет сильно все изменилось? Структура, например, такая очень сильная? Тут, да, за пять лет, ну, за пять, наверное, скажем не так, не за пять лет, а за где-то семь-восемь лет, потому что последние два-три года не так сильно растет город, запрет же у нас на строительство. А так, конечно, очень сильно. И когда приехала в 2007 году, здесь много чего не было. А здесь такое премиум жилье есть, там, где, например, приходишь внизу, у тебя сразу фитнес, сауна, спа, вот такое. Отели, в смысле, где? Даже не отели, а просто, например, жилье такое рейдное продается, здесь такие комплексы. Ну, там, закрытый комплекс, например, с парковками внутри. Я поняла, да. Такие есть? Вот как-то я вот насчет прям фитнес, чтобы там спа нет, наверное, не встречала. Отдельно, да, получается? Угу. Ну, как в Турции сейчас у них там делают, там сразу ждут номера, аптаменты. Ну, когда минимум, да, и у них там внизу все. Не встречала, чтобы прям вот такого плана, да. Такого пока нет, получается. Все делают более бюджетно. А, все бюджетно. А выдают задорого. Как вот вы были сейчас, в Анапе был, там, говорит, настроили вот этих вот 9, там, 20 этажек, такие, говорит, ну, как город, что сказать, в Челябинске, ну, такие вот, для таких городов, вот люди, говорит, из Челябинска приезжают, бить сюда, говорит, в эти вот 9-этажки, говорит, хотя вроде Анапах, вот так вот, такие, говорит, ну, все-таки, мне кажется, для курорта надо немножко другое жилье. Конечно, нет, ну, вот есть у нас этот, на туристическое поселок династия, он такой обособленный, охраняемый, и там вот, получается, трехэтажные коттеджи, ну, там, там, таунхаусы. Да, и вот на территории каждого двора бассейны, большая территория общая, то есть, все озеленено, вначале там фонтан, ну, как-то вот детская площадка большая, хорошая, оборудованная. Все есть, получается. Вот минимально получается... Ну, есть такое, да, жилье, наверное, но... Минимально получается, вот если студию, например, купить, то это вот где-то от двух с половиной, да, вот все-таки есть такое жилье, минимально, там, 20-25 метров студии. Ну, да, где-то, наверное, я думаю, квадратов 30. Квадратов 30, все, все, понял. Да. Так, 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 так. Ну, это надо уточняться, потому что некоторые, знаете, у всех ситуации разные, бывает, продают быстренько, ну, скидывают квартиры, жилье, земли, все, ну, бывает такое. Это надо прям изучать. Все, все, понял. Вот Влад пишет, Татьяна должна знать хозяина яхты Аляска Чингиза. Яхтсмин есть. Не знаю, не знаю. Не знаю еще. Так, вот, Влад, Крыму только начали строить, по-числее там даже, так, сейчас. Ну, да, Крым, да. А живность рыбы, так понятно, что пишут. Рыбка, ой, рыбка, живность, ну что вы, конечно. Это не засоряет море. У нас сейчас, вот, знаете, вот прям совету, кто бывает в Геленджике, попробовать нашу камбалу черноморскую и попробовать барабульку. Это здесь вот. Это прям. А, очень вкусно, да? Все, все, понял, так. Так, зачем в Майами? В России все дешево, кайфовать. Да, Алексей? А, тут пишет, Александр, спасибо. Да, с ростом доллара действительно в России цены дешевле. И вот, кстати, кто-то там говорит, еду там на шопинг в Милан или еще куда-то. А нет, у нас уже дешевле. Уже дешевле даже, да? Брендов нету. А, здесь брендов нет просто? Здесь все проще. А, все проще? Ну, здесь такой рынок, как вот раньше был, да? Здесь не забавно. Закрешишь только все это? Да, 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 да. Нет, ну, терминалы мне встанят, убежаете. А, есть вот терминалы? Ну, в основном, да, конечно, у нас, откуда у нас здесь бренд, у нас нету такого здесь потребителя, и тот уровень дохода не позволяет брать брендовые. Потому что брендовые, они от 30, допустим, за вещичку. Да, здесь такие, конечно, цены не подняют. А, здесь все-таки уже... Нет, кто тянет, тот едет или в Москву, или в Краснодар. А, сразу же, да? Да, да, да. Вообще здесь контингент отдыха, все-таки такие состоятельные или такие... Более состоятельные, но есть и разные. Допустим, у кого бюджет поменьше, тот себе может спокойно позволить отдыхать на тонком мысу. Вообще, у нас есть толстый, есть тонкий. Ух, да. На тонком мысу там всегда дешевле. Да, ну, там и море немножко по качеству другое. В смысле, я имею в виду вход. А, вот. Там, да, камни, немного водоросли, вот. Но, тем не менее, в ту же сторону. Понял, понял. А вот минимально, например, по июля-агусту здесь можешь найти там по полторы-две тысячи? Конечно. Можно? Конечно. Можно найти, да. Такие цены есть уже? Или там все тут ценник такой? Есть, просто это получается... Это жилье будет находиться не то, что не в городе, оно будет где-то на Магелате находиться, в горе. А, далеко от моря, да? Ну, да, придется идти сейчас. Да-да-да. Так, Утришь далеко от Геленджика. Утришь? Да, Утришь. У нас Утриша нету. А, это имеется в виду, наверное, в Анапе. А, в Анапе, да-да-да. Да, ну, часа полтора ехать. Так, Татьяна, отдыхать везде хорошо, когда деньги есть, но жить где прожили, где привычно, а в Геленджике... Ну, вот это, знаете, насчет где родился, там и пригодился, да? Я бы на вашем месте все равно пробовала везде, несмотря на то, что какой-либо вы финанс. Если вы с головой, вы везде работу найдете. К нам многие приезжают и где-то подработку в плане и в стройке находят. А, здесь даже, да? Да, строек у нас всегда, у нас вот насчет строек достаточно. У нас дома строятся, все равно какие-то ремонты, особенно ремонты. Кстати, квартиры же много понакупили, они в основном на стадии черновой работают. Готовый у меня такой, как в Турции? Нет, есть и готовый, просто ценник другой будет, да. Естественно, люди хотят подешевле, потом на свой вкус это все делать. Такое все можно. И можно пробовать в других местах жить. И не надо этого бояться. Пример, да? Ну, да-да-да, я тут ищу. Вот, как это. Место под солнцем. Да, самый пример. Так, вот пишите, интересно. Вот везде, когда деньги есть, но где жить? А где привычная? А в Геннаджике всегда ветер голову сносит. А если... Ну, там не ветер голову сносит. Лучше жить на Дальнем Востоке, ну да. Интересно, да. Так, это дальше. Да, он все нормально. Зачем? Ага. Поним, понял, понял. Так, чтобы... Так, лайки. Спасибо, ребят, за лайки. Спасибо. Так, молчи. Так, ну, про девушку под мостом, ребят, я не буду. Я тоже, как говорится, свечку не держал. Мне просто рассказать, как вот такая вот ситуация. Так, какая умная и красивая девушка. Спасибо. Диколай пишет, да. Так, понятно, Александр, Кристина. Зоопарк там отличный. А, зоопарк в Геннаджике. А, да, зоопарк у нас, сафари-парк шикарный. У нас даже белые медведи есть. Белые медведи есть? Причем, вы знаете, как скажем, они же... Все равно зоопарк, закрытая же территория. У нас медведица даже родила... Здесь, да? Да. Это вообще исключение, наверное. Исправил. Такое редко бывает. Они в свободной природе не особо-то. А здесь вот... Все есть. Все понял. Да, у нас тут все хорошо. А, все хорошо здесь, да? Ребят, и не забывайте подписываться на канал. Я оставлю ссылочку на канал Татьяны. Татьяна рассказывает про жизнь здесь, в Геннаджике. Поэтому подписывайтесь. Так, все, мы будем заканчивать. Да, перекончить. Все, друзья, спасибо, ребята. Еще будет скоро видео. Вот, поэтому... Все, хорошего вам дня. Да, всего вам доброго. До свидания. Спасибо, Татьяна. И вам тоже, Алексей. Так, все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.